В Беларуси продолжается сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты. Проходят как пикеты в общественных местах, так и обход квартир. Напомним, собирать подписи могут только члены инициативной группы. В подписном листе избиратель должен собственноручно поставить дату и расписаться. Можно поддержать сразу несколько кандидатур, но подписаться можно только по одному разу за каждого. В Беларуси разрабатывают торговую онлайн-площадку для производителей сельхозтоваров. На первом этапе на маркетплейсе появятся запасные части, сервисные предложения, затем семена, далее средства защиты растений и техника. Сейчас проходит тестирование функционала в режиме ограниченного доступа. Запустить площадку планируют до конца года. Приём граждан проведёт председатель Бобруйского городского совета депутатов Ирина Рынейская. Задать интересующий вопрос можно будет 20 ноября с 8 до 13 часов в кабинете 503, площадь Ленина-1, здание городсполкома. Предварительная запись на личный приём проходит по телефону 680013. Открыта регистрация на участие в городском квесте «Это всё моё родное», который пройдёт 16 ноября в 12 часов на площадке у Ледового дворца. Увлекательное событие – часть республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства». Самый народный проект в Беларуси гарантирует массу незабываемых впечатлений. Уже в эту пятницу настоящий праздник развернётся на бобруйскорение. Штраф от 10 до 30 базовых величин могут получить жители Беларуси за то, что избавились от домашнего животного. На данный момент размер суммы – от 400 до 1200 рублей. По словам эксперта, виновных могут привлечь к административной ответственности за жестокое обращение с животными.